Как обычно, начав рассматривать одну тему, зацепился взглядом за небольшой феномен и все-таки помучуя вас рассказом о так называемых тактильных часах или часах для слабовидящих. Обращу же я ваше внимание на четыре модели, которые по-разному отвечают этой категории, привнося свои улучшения в опыт использования часов людьми с ограниченными возможностями. Но сперва стоит взглянуть на такую категорию, как говорящие часы. Это один из очевидных способов, которые существуют в разных формах. Наиболее же массовым являются простые электронные кварцевые модели с небольшим микрофоном, которые озвучивают время ежечасно или по требованию. Здесь мы отмечаем довольно посредственное отношение к деталям, что не кажется справедливым, но кажется понятным с точки зрения производителей таких аксессуаров, а также довольно интересную этическую проблему. И она как раз является основной функцией этих часов. Озвучка. Дело в том, что не каждый человек с ограниченными возможностями хочет, готов привлекать к себе и к своей беде дополнительное внимание. Такое решение как раз избежать этого не позволит, что эмоционально может сказываться негативно. И потому как раз если вдуматься, проблему не решит девайс, который создавался для компенсации, напротив, лишний раз будет напоминать о недостатке. Значительно более незаметными будут как раз тактильные, осизательные часы, которые тоже существуют как отдельная категория. Как правило, все они имеют общую конструкцию с откидным стеклом, более прочными стрелками, выпуклыми метками. Возможно, создавались они не обязательно как часы Брайли, но такое применение логично и уместно. Как и в предыдущем случае, функциональность доминирует. Не все часы проработаны с точки зрения эстетических деталей, хотя в этом плане у них и больше преимуществ. Ну и интересные, красивые модели встречаются. Например, те же наши ракеты в лаконичных, скромных, но достойных внешних корпусах, которые не привлекают дополнительного ненужного внимания, что и требуется в общем-то. Недостатки у таких моделей тоже имеются. Они связаны с износостойкостью циферблата, крышки и ощупываемых деталей, но зато мы получаем нужную эстетику, исключая ненужные взгляды окружающих. Современные решения той же проблемы с визуальной точки зрения еще лучше. И один из любопытных проектов в этом направлении Bradley Watch, названный в честь военного потерявшего зрения. Здесь как раз именно красивость ставится во главу угла, и часы выглядят как стильные концептуальные часы, не выделяясь. А если и выделяясь, то как бы в положительном ключе взгляды такие часы привлекают, ну скорее восторженные, на любопытный арт-объект. И эти часы выглядят необходимо актуально. Наконец, хоть подобные темы и не приветствуются, я не могу умолчать и об умных часах для слабовидящих. Все же это явление, и потребность в обычных умных часах и браслетах сейчас избыточная. С этой точки зрения мы получаем, вообще говоря, некоторое комбо. Во-первых, этическое. И имея подобные часы, люди с особенностями не чувствуют себя обделенными, а технологии сегодняшнего дня им доступны, пусть и в уменьшенном объеме. Во-вторых, такие часы беззвучны. И, наконец, они выглядят довольно привлекательно, что нельзя отрицать. Ну и действительно расширяют возможности, принимая уведомления и отображая их шрифтом Брайля. Подписывайтесь. До скорого.